Приветствую вас, друзья! Настало время для очередных кошмаров. Сегодня я буду кошмарить вас с глобальными рисками мировой экономики. Это те риски, которые, если реализуются, все или несколько из них, они могут создать проблемы не только Российской Федерации, но и вообще всем странам, кому как повезет. Этот видеоролик записан на основе интересной статьи из Блумбинга, которая была составлена к форуму в Давосе и называется «Гид инвестора-пессимиста» на 2024 год. В этой статье описаны основные глобальные риски и их влияние на мировую экономику, и сегодня мы с вами пробежимся по этим рискам. Но прежде напомню, завтра прямой эфир «Рынки итоги», где мы с вами проведем, отметим ключевые события рынка, и прошлое, и будущее, а в 16 часов на этом канале ссылка в правом верхнем углу в описании. Там же, кстати говоря, в описании ссылочка на Telegram-бот. Туда вы сможете отправить свой вопрос предварительно, и в ходе прямого эфира я развернуто на него отвечу. Ну а с вас лайк, поддержка, кулачки за то, чтобы эти риски не реализовались. Ну и поехали. Итак, на что сейчас в основном ориентированы инвесторы всего мира? На так называемую мягкую посадку экономики США. Ну, фактически, просто снижение экономики без рецессии. Ну и, соответственно, на перспективу снижения ставок. Все это действительно создает те необходимые ожидания, и мы с вами многократно говорили, что мягкая посадка – это консенсус. Однако опыт пандемии, которая приходит всегда неожиданно, или опыт начала каких-либо вооруженных конфликтов, которые становятся все больше и больше, иногда даже банковских крахов, как помните, да, в марте 2023 года. В общем, все это уже должно бы приучить инвесторов к мысли, что всегда что-то может пойти не так. И причем это может произойти абсолютно в любой момент. Так вот, аналитики Bloomberg составили список из восьми главных предсказуемых рисков наступившего года. Первый из них – это разрастание конфликта на Ближнем Востоке. На данном этапе рынок не закладывает риск настоящей эскалации, но обстановка явно накаляется, особенно после ударов США по хуситам, которые блокируют Красное море и создают проблемы для логистики мировой, и, собственно, уже повышает, приводит все это к росту доставки. Bloomberg считает маловероятным катастрофический сценарий Ирано-Израильской войны, и сейчас пока полагает рынок, что все норм, конкретно в ценах на нефть. Предложение сдерживает цены. В 2024 году пока такая ситуация. У нас вот предложение, это вот оранжевые столбики, превышает спрос на нефть, отчего цены, и сейчас относительно низко. Но в этом году ситуация может измениться, если конфликт расширится. Если что-то пойдет не так, то нефть может подражать вдвое, то есть до 150 долларов за баррель. Мировой ВВП из-за этого сократится на 1% пункт, а глобальная инфляция ускорится на 1,2% пункта. Второй риск – это перегрев экономики США. Да, из ФРС, которые могут начать снижать ставки слишком рано, повторив свою же ошибку 1970-х годов и упустив инфляцию. Об этой ситуации мы с вами многократно говорили на моем канале. О том, что Джером Пауэлл не хочет ни в коем случае повторения того, что было в 1970-х годах, но все-таки ситуация может пойти, так сказать, не по плану. Модель Bloomberg, подготовленная на основе 59 тысяч заголовков новостей о выступлениях и пресс-конференциях ФРС, показывает, что на данный момент чиновники ФРС все еще смотрят, в основном, так сказать, боистребиный взгляд имеют, то есть ставки надо держать высокими длительное время, но мы уже сами видим, как тенденция потихонечку начинает скатываться, и, в принципе, такими темпами может привести к снижению ставки ФРС США, преждевременному снижению, что как раз-таки вернет их на модель 1970-х годов. Это будет действительно катастрофа. Но все-таки на данный момент есть вероятность и дальнейшего повышения ставки, которая может произойти из-за как раз-таки конфликта на Ближнем Востоке или из-за провала доходности пятилетних трежин, что по модели Bloomberg не позволит довести инфляцию до целевых 2%. В общем, риск заключается в том, что ФРС просто слишком рано перейдет к снижению процентных ставок. Еще один риск – это риск рецессии в Европе. По прогнозам Bloomberg, ВВП еврозоны должен был сократиться на 2,5%, в Великобритании на 4,7%. Пока реальная статистика лучше, чем предсказывает модель Bloomberg, но не исключено, что дело просто в лагах и рецессия по-простому еще впереди. Особые опасения здесь, конечно же, вызывает экономика Германии, которая по итогу за 2023 год все-таки оказалась в рецессии. Оказалась с результатом минус 0,3%. Кстати, это мы уже сами обсудили в моем телеграм-канале. Ссылка на него есть в правом верхнем углу, конкретно на этот пост. Почитайте, ознакомьтесь. Китай – еще один риск для мировой экономики. На данный момент меры стимулирования экономики, по мнению Bloomberg, смогут предотвратить коллапс. Прогноз роста ВВП на 2024 год составляет 4,5% для Китая, но это меньше, чем в прошлом году, и заметно ниже до пандемических показателей. Однако, напомню, опять же, не катастрофа. Если регуляторы Китая опоздают с поддержкой, а кризис рынка недвижимости усилится, то рост может замедлиться до 3%. В случае какого-либо финансового кризиса, как это было в Японии в 1980-х годах, или тот же самый известный кризис 2008 года в США, то в этом случае ВВП может и вовсе сократиться. Так что Китай, как сам по себе риск, действительно есть, но если что-то пойдет в мире не так, то Китай ситуацию может серьезно ухудшить. Также Bloomberg среди рисков отметил и крах керри-трейда в японской иене. В 2024 году Центральный банк Японии может отказаться от контроля кривой доходности, допустив долгосрочные колебания процентных ставок. Пока что гарантированные около нулевые ставки и заимствование в Японии позволяет инвесторам почти без риска зарабатывать на повышенной доходности гособлигаций США, а заодно и на слабости иены, но это может закончиться летом 2024 года. И тогда действительно крах керри-трейда пройдет, и этот кэш куда-то устремится. А между прочим, в таких операциях огромные суммы. Bloomberg насчитывает более 4 триллионов долларов США. Конечно, среди рисков есть и конфликт между Россией и Украиной. Если военная помощь США будет сокращаться, то Россия получит преимущество. Это да. Но здесь еще и пострадает репутация Вашингтона как сильного и надежного союзника, и повысится вероятность эскалации в других регионах. Например, территориальный спор между Венесуэлой и Гаяной. Но наиболее вероятный исход на Украине, по мнению Bloomberg, это тупик. Причем мы с вами говорим не о политических каких-то действиях, а чисто с точки зрения вероятности. По опыту похожих конфликтов, вероятность застоя достигает сейчас 50%. Сейчас, то есть после первых двух лет войны. Но по графику мы видим с вами, что чем дольше проходит вооруженное столкновение, тем больше вероятность того, что все просто замрет и встанет в тупик. Вернемся опять к Китаю, а точнее к Тайваню. Да, фактор Тайваня тоже называется Bloomberg среди мировых рисков. Президентские выборы на Тайване выиграл сторонник независимости острова от материнского Китая. Это кандидат демократической прогрессивной партии, которого в Пекине называют опасным сепаратистом. И в случае вооруженного конфликта Китая с Тайванем, который является глобальным лидером по производству полупроводников, ущерб оценивается в 10% мирового ВВП. То есть тот ущерб, который мы совсем недавно испытали от пандемии COVID-19, нам покажется вообще цветочками. Но сейчас война в Тайваньском проливе маловероятна. Это отмечает Bloomberg, и будем надеяться, что она не реализуется, этот риск не реализуется. Будем надеяться на то, что Китай посмотрит на опыт проведения операции России и поймет, что такая реакция мирового сообщества Китая не нужна. Ну, в общем, будем наблюдать за этим риском внимательно. Среди рисков также в Bloomberg отмечают и возвращение Дональда Трампа с возможным приходом экс-президента ожидается резкое изменение политики США ну, соответственно, в 2025 уже году. В частности, Трамп обещает обложить пошлины в 10% весь импорт. И по оценкам Bloomberg, если торговые партнеры примут ответные меры, то ВВП США сократится более чем на 0,4% пункта. При этом они же отмечают, что Китай от этого выиграет. Так что Дональд Трамп – это катастрофа для США, как минимум, по мнению Bloomberg, и позитив для Китая. Теперь, когда мы с вами изучили список мировых рисков, у вас может в голове закраситься мысль, что позитивных факторов не так уж и много. Ну, и, судя по всему, так оно и есть. Мировое сообщество сейчас настроено на мягкую посадку в США, как мы говорили ранее, на то, что все будет хорошо, но это нормально. Всегда люди рассчитывают увидеть стабилизацию. Посмотрите хотя бы прогнозы ФРС или Центрального банка Российской Федерации, которые постоянно рисуют снижение инфляции буквально следующие пару лет. Причем, что бы там ни происходило. Но все-таки давайте не будем впадать в отчаяние. Это все риски, которые всегда существуют. И будем надеяться на то, что риски останутся рисками. И если ни один из них не реализуется в той полной манере, то все будет хорошо. Ну, а нам с вами остается по большому счету просто отслеживать за мировой тенденцией и понимать, по какому пути развивается мировая экономика и экономика Российской Федерации. Чтобы это отслеживать, вам надо подписаться на этот YouTube-канал, не забывать про мой телеграм-канал и задавать вопросы, опять же, в комментарии. До свидания.